Бывало ли у вас такое, что вы слушали песню и напевали там определенный текст, а потом узнали, что там поется вообще о другом? Да, речь сегодня пойдет об ослышках в песнях. Ведь раньше не было такого доступа к интернету, и мы напевали то, что мы слышали. И я вам даже скажу, что в интернете иногда тексты песен пишутся неправильно. И сегодня я вам приведу такие примеры. Ну а я предлагаю начинать это видео с ослышек в песнях, которые я слышал. Это автология. Сегодня ее может будет много. Поехали! И первый пример, который я вам хочу привести, это песня Сергея Трофимова «Город в пробках». Меня очень раздражала эта композиция, потому что я не мог понять, что же поет Сергей. Вот про какую фразу я вам говорю. А в голове ерунда, мечтаем, катите о чуде. Я в то время слышал «Мечтают, катите о чуде». Ну какие-то катите мечтают о чуде. Кто такие катите или кадиди, я вот просто не мог понять, что же он поет. Мечтаем, катите о чуде. И только, когда у меня появился там первый доступ к интернету, я ходил в компьютерный клуб, первым, что я сделал, вбил текст этой песни. И оказалось, что он поет «Мечтают, как дети, о чуде». Мечтаем, катите о чуде. Ну согласитесь, пожалуйста, с одной, что он поет максимально невнятно эту строчку. Следующая композиция это Максим Майрай. Давайте послушаем строчку, которую я слышал неправильно. А под шагами босоногими метели и лед. Я слышал эту строчку, как «А под шагами босоногими и тихими лед, он больше никогда из мыслей моих не уйдет». Ну типа, в этом есть логика. Шаги, они босоногие, они тихие. Там, лед, он больше никогда из мыслей моих не уйдет. Но типа, я думаю, что это за набор слов. А оказалось, что она поет «А под шагами босоногими метели и лед». А если вы тоже какие-то композиции напевали неправильно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь, мне очень интересно узнать, что же вы там услышали. Следующая песня это Ани Лорак Солнце. Наверное, я буду один глупый в этом мире, который слышал эту строчку неправильно. Кто приходит и заводит эти часы. Я эту строчку слышал, кто приходит и заходит в эти часы. И я не мог понять логики Ани Лорак, о чем она поет. Но кто приходит и заходит в эти часы. Как можно в часы зайти? Ну допустим, они пришли в часы и зашли. То есть, я слышал всю свою жизнь, кто приходит и заходит в эти часы. Кто приходит и заводит эти часы. Артисты там поют в самые дорогие микрофоны. Записываются на самых профессиональных студиях звукозаписи. Но если вы четко и внятно не можете пропеть некоторые строчки, то никакая профессиональная студия вам не поможет. Еще один пример с Ани Лорак хочу вам привести. Песня «Сумасшедшая». Вот что сейчас пела Ани Лорак в данной строчке. У меня просто есть знакомая, которая очень любит петь эту песню, но она никогда не смотрела на текст этой песни. Я она вот напеваю. «А ты делай, сам делай, со мной воды». Я говорю, а что ты только что протепела? Она говорит, ну просто что-то пробурмучала, потому что она сама ничего не поняла, что спела. Я все это время слышал в этой строчке «А ты делай, со мной, делай, со мной воды». Ну, думаю, какой воды можно делать с Ани Лорак? А ты делай, сам делай, сам вы воды. Оказалось, она поет «А ты делай, сам делай, сам вы воды». Ну, Ани Лорак поет, насколько невнятно эту строчку, что слышится какая-то там вода. Я помню эту песню Сергей Лазарев спел на новой волне еще до официальной премьеры. И понятное дело, что никакого текста в интернете быть не могло еще. И я слышал «Моя реальность, словно столько, столько лир». А сколько лир может быть? Ну, типа, знаете, начинаешь задумываться, типа, при чем здесь лиры, да? При чем тут реальность до лир? Ну, как бы, начинаешь связывать, но я реально не мог понять, что он поет. Оказалось, он поет «Моя реальность, словно 100 костров горит». В этой же песне есть еще одна фраза, которую я слышал неправильно. Лишь бы наш успехи прости. Я слышал ту фразу, как «Лишь бы НАСА успехи простили». Лишь бы НАСА успехи прости. НАСА. Думаю, блин, ну, типа, уже в космос летим, да? Уже Илон Маск вошел в чат, типа. Думаю, ну, при чем здесь НАСА? Ну, думаю, ну, ладно, ну, разное бывает, да? Но потом, когда появился текст, я наконец-то понял, что «Лишь бы НАСА за успехи простили». Лишь бы НАСА успехи прости. Сейчас будет очень смешной пример. Это песня B2 «Моя любовь». Там есть вот такая вот строчка. Кончи цыпленка. Эту строчку я слышал, как «Кончи цыпленка». Кончи цыпленка. И в этой песне мне так было жалко этого цыпленка. Думаю, ну, за что? За что вообще сюда приплели цыпленка? И зачем его убивать? Ну, потом я повзрослел и понял, что там никакого цыпленка нет. Кончи цыпленка. Сейчас будет самый, наверное, громкий случай за последние года, когда в песне группы «Каска плакала» все слышали фразу «знов». Поплакала и знов фиалка расцвела. Даже, вот, в интернете текст написан неправильно. Ведь правильно петь «поплакала» и «стоп». А в интернете текст со словом «знов». А теперь игра. Вы сейчас услышите фразу с песни, поставите видео на паузу и напишите в комментариях, что вы услышали. Надеюсь, вы услышали фразу «где море цветов», потому что в интернете эта строчка подписана как «где варится толк». «Где море цветов» или «где варится толк». На всех сайтах указана строчка «где варится толк». Ну, давайте подумаем, ну, что это за строчка «где варится толк»? Почему толк должен вариться? В чем он варится? В котле, в кастрюле? Ну, то есть, я отчетливо слышу фразу «где море цветов». В этой песне я была, есть две версии с перепетым просто голосом. Я вам сейчас включу вторую версию. Вот сравните две этих строчки с двух версий. Песня Теоны Дольниковой «На осколках звездопада» тоже меня немножко смущала. Потому что я слышал фразу «Мы летели, как кометы». Ну, в этом какая-то логика есть. Но она-то пела про кометы. «Мы летели, как кометы». Еще в пример хочу привести случай, где в интернете неправильно написан текст. И это касается моей песни «Безумцы». Значит, слушать предыстория. Зашел я в Apple Music, а там же есть такое коробки, где слова вот всплывают, типа, когда идет песня. Ну, думаю, ладно, посмотрю, как оно красиво выглядит. И тут, и, во-первых, не знаю, кто этот текст написал туда, кто его туда добавил, внедрил в этот Apple Music. Но, когда я увидел фразу «Где мы вдвоем по крыше на острове любви», я ужаснулся. «Какой остров в любви?» «Мы вдвоем на крыше на острове любви». Думаю, что это такое? Кто это написал? Ну, неправильно, потому что я пою «Где мы вдвоем по крыше на острове любви». Так же самое, там есть ошибка в слове «остатка». Написано «настатка». Фиг знает, что это такое. Я уверен, что вам понравилось такое легкое и веселое видео про ослышки в песнях. Не забывайте писать, что слышали вы. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был я, Ваня Рассел и музыкальный канал «Рассел Блог». Всем пока!